Вчера Алексей Навальный предложил провести агитацию на президентской кампании против Владимира Путина. Алексей говорит, что процесс агитации перед голосованием – это самое важное. Именно благодаря этому процессу открывается окно возможностей, так как граждане при объявленных даже нечестных выборах задумываются, кто у власти и зачем он там. Это я прям цитил. Я очень приветствую это решение Алексея. Таким образом, важная политическая сила в оппозиции однозначно заявила – никакого бойкота, никакого игнорирования, никаких забастовок. Мы всерьез воспринимаем грядущее событие и будем убеждать россиян отказать Путина в поддержке. Однако в заявленной кампании имеются и проблемы. Давайте сегодня обсудим и то, и другое. Начнем с хорошего. Это первые федеральные выборы, начиная с 2011 года, на которых Навальный однозначно и задолго до голосования заявил, что надо выступить против власти. Это звучит довольно странно, но после очень успешной и масштабной кампании, голосуя за любую партию, кроме «Единой России» и «Жуликов и воров» в 2011-м, он больше на федеральных выборах ничего такого не делал. Кампания обязана быть целостной. Если тебя воспринимают как лидера оппозиции, нельзя проводить кампанию мимоходом, типа «Ну, пусть агитируют те, кто хочет, а я призову голосовать там». Или сказать, например, что «Кто хочет, пусть тот голосует, я не против». Когда у политических лидеров такое отношение к процедуре, когда они сами рассказывают, что все уже решено, что все точно сфальсифицируют, что ничего не получится, при таком раскладе даже очень близкие сторонники демотивируются и ничего не делают, остаются дома и никого не убеждают. Что-то может получиться только, когда ты заранее говоришь «Да, объявлены выборы, и давайте-ка на них проголосуем против и посмотрим, что будет». Без «но» и без соломки, подстеленной в формате «Да, это все-все равно ерунда, ну, хотите, проголосуйте». Такой однозначный заход на федеральных выборах, как сейчас, у Навального впервые за 12 лет. Это очень важно и очень здорово. Не надо недооценивать команду Навального. Да, в последнее время бывали к ним вопросы, но давайте не забывать, что они самая успешная оппозиционно-политическая команда в России за последние 12 лет. Команда, которая несколько раз в одиночку и на пустом, казалось бы, месте поднимала в стране большую волну протестов. Вспомните, например, фильм «Он вам не Димон». В десятках регионов России после выхода расследования вышли на улицу молодые и активные люди. Многие из них тогда впервые заинтересовались политикой. Или фильм про дворец Путина, который знают теперь просто все. А еще раньше, в 11-м году, Навальный почти в одиночку пробудил общество и развернул против «Единой России» компанию, которая привела к падению ее рейтинга. «Единой России» пришлось из-за этой компании прибегнуть к фальсификациям выживания, которые еще больше всколыхнули общество. Объективно, таких достижений в России нет больше ни у кого. А представьте, что было бы, если бы фильм «Он вам не Димон» или фильм про дворец Путина вышли бы, например, к президентским выборам в 18-м или к голосованию по поправкам в Конституцию в 20-м. Фильм на 115 миллионов просмотров про коррупционный дворец мог сшибить просто Путина. Просто уничтожить его политически, если бы был приурочен к заходу граждан в кабинке для голосования. Очень хорошо, что команда Навального сейчас встала на правильную сторону баррикад тут. Вчера объявление команды Навального вызвало много воодушевления. Люди почувствовали, что очень важная оппозиционная сила, человек, который многими воспринимается как лидер оппозиции, полноценно решил включиться в борьбу на этих выборах. И это отлично. Но нам нужно и поговорить о проблемах. Навальный не объявил о присоединении к оппозиционной коалиции или о создании новой оппозиционной коалиции. А по факту анонсировал свой отдельный проект. Остальным оппозиционным акторам предлагается, насколько можно понять из сообщений, просто зарегистрироваться на платформе и убедить 10 или более человек, ну а в процесс принятия решений не вмешиваться. Ну, либо просто делать что-то свое. То есть посыл объявлен примерно такой. Командовать парадом будем мы, а остальные не путайтесь под ногами. Некоторые сторонники Навального, в частности, вот целый Ройзман, например, напрямую об этом мне прямо пишут. Если бы мы были в году каком-нибудь 15-м, когда Навальный был на свободе, полон сил и с накаченной после морских выборов репутацией и огромными медиаресурсами, тогда я, может, и согласился бы, что это лучшая стратегия для оппозиции полностью отдать компанию их команде и не мешать, а заняться распространением информации о ней просто. Ну, а дальше заниматься своими делами. Но сейчас так не получится. В первую очередь потому, что сам Навальный не может рулить этой компанией. Большие федеральные выборы – это командная игра. Есть сформированная команда за Путина, и нужно построиться и выступить командой против Путина. Тогда граждане смогут услышать два различных мнения. Многие будут готовы ознакомиться с высказыванием объединенной оппозиции, но не станут разбираться в тонкостях суждений разрозненных оппозиционных спикеров, которые еще и между собой не очень коррелируют. В такой штаб, по идее, надо затягивать максимальное количество имеющихся ресурсов, расширять его, учитывать мнение основных акторов при формировании месседжа и при выборе инструментов подачи этого месседжа. И только потом выходить с этим всем в паблик. Это стало бы важным имиджевым плюсом. У единого оппозиционного штаба есть и другие большие плюсы. Практически. Решения штаба крайне сильно влияют на эффективность кампаний. А аргументированное, свободное обсуждение стратегии и тактики с возможностью услышать критику – это очень важный аспект управления чем угодно, и кампании в том числе. Приведу пример. Когда я пришел в штаб Навального в 2013 году, там было огромное количество волонтеров. Они очень хотели помочь. Было помещение, были столы, стулья, полно людей в штабе. Но основное руководство было занято сбором подписей. И это правильно. Собирали подписи муниципальных депутатов, без них и кампании никакой бы не было. Но так вышло, что агитационным штабом в тот момент руководили по остаточному принципу. Эту деятельность фактически пустили на самотек. Когда я был назначен заместителем руководителя штаба, основной активностью там было сгибание листовок. Приехал тираж, который не согнули машинами в типографии, и весь штаб сидел и сгибал листовки целый день. Люди чувствовали, что они выполняют важную работу. Ну, потому что они пришли в место, где написано «штаб Навального». Им там дали задание, они его выполняют. Они не задумывались, что они делают работу, которая стоит около 20 рублей в час. Все при деле, все участвуют, всем кажется, что они причастны к кованию победы. Но победа куется не так. Когда мы с Леонидом Волковым реформировали этот агитационный штаб, он преобразился и стал выглядеть совсем иначе. Там уже никто не складывал листовки. Там тренировали агитаторов, выдавали направления на установку агитационной точки, и организовывали логистику, развоз миллионов газет по почтовым ящикам. Те же люди, которые приходили помочь, больше не занимались однотипной дешевой работой. Они теперь убеждали москвичей голосовать за Навального, а листовки складывали в типографии с помощью машины. В этом разница между сильным руководством штаба и слабым. Последнее создает видимость деятельности. Сильная же думает в первую очередь об эффективности и результате, чтобы человек, желающий приложить усилия, принес как можно больше пользы. Я помню, сколько мы тогда спорили, какие злые я писал письма, как увольнял направо и налево тех, кто не был готов устроить из штаба большую агитационную фабрику. Много нелюбви ко мне исходит именно из тех решений, которые я тогда принимал. Но мы получили результат. Безнадежную кампанию, куда Навальный входил блогером с двумя процентами рейтинга и надеждой, дай бог, взять 10, мы разогнали практически до второго тура, до 27% и четкого второго места. В руководстве штаба не должно быть комфортно представителям какой-то одной организации или одному лидеру, которому никто не может возразить. В штабе надо считать цифры, надо подвергать сомнению все, перед тем, как запустить в тираж. Да, делать все надо быстро и конструктивно, но без обратной связи в этом процессе никак не обойтись. Если бы у нас сейчас был тот штаб из 2013 года, что бы я сказал Волкову и Навальному на летучке про те идеи, которые были опубликованы вчера? Я сказал бы, что баннер на улице смотрится эффектно в Твиттере и воодушевляет сторонников, что хорошо, большой плюс. Но он не дает никакого агитационного эффекта. Ну, вспомните, сколько раз вы наводили телефон на QR-код баннера на улице. Я уверен, что ноль раз. Да и провисят они не больше суток. Твиттерно-инстаграмный эффект, когда завирусится, это хорошо, это просто прекрасно. Но этот эффект должен быть верхушкой айсберга. Под ним должен быть сам айсберг. Очень хорошо пофоткать и выложить в Инстаграм куб, на который ближайшие соратники Навального или даже сам Навальный пришли и раздают листовки. Но в Москве должно стоять еще 150 таких же кубов, чтобы листовки раздавал не один Навальный, а очень много людей. Я говорил все это в 2013-м, и то же самое сказал бы и сейчас. Нужна массовая кампания. Яркий анонс – это хорошо и важно. Но его можно делать только тогда, когда мы готовы проводить какие-то массовые операции. Иначе этот шарик быстро сдуется. Нам нужно не воздушные шарики воздухом надувать. Нам нужно строить здания будущей компании из крепкого бетона на прочном фундаменте. Или вот другой пункт компании – телефонные звонки избирателей. Это хороший способ вовлечь сторонников и дать им простой способ участия в компании. Я сам тоже так делал. У нас были и системы обзвонов, и проекты в штабе, чтобы просто вовлечь людей в эту активность. Но опять же, это один из инструментов. Он не может быть самой компанией. Ну хорошо, ты вовлек. Люди сели звонить. В Соединенных Штатах такие звонки используются для агитации зарегистрированных членов партии на праймерис. Или потом для мобилизации этих же зарегистрированных сторонников или членов партии на выборы. Звонки такие работают, когда человек уже проагитирован. Когда его надо просто позвать на выборы, как сторонника. Но убедить кого-то холодным звонком по телефону поменяет свою политическую позицию. Подумайте сами, когда в последний раз вас в чем-то убедил звонок от незнакомого человека. Убедил менять свое мнение по какому-то важному для вас вопросу. Разве возможно такое? Я бы с радостью такую критику сказал на летучке в штабе. Но нет штаба и нет летучек. Я рассказал это тут просто как пример, как должен быть построен процесс принятия решений в компании, чтобы она имела успех. Нам нужна стратегия массовой коммуникации с россиянами. Это не могут сделать подпольные штабы. Ведь само определение подпольный говорит о том, что массовой эта деятельность быть не может. Нам нужно дойти до миллионов. А для этого либо нужен зарегистрированный кандидат, чтобы вести компанию легально, вывести ее из подполья. Либо нужно использовать доступные для массовой коммуникации инструменты. Наша компания должна быть безопасной как для активистов, так и для тех, кого мы агитируем. Как раз по этой причине выборы это окно возможностей. Голосовать за понравившегося кандидата или против непонравившегося. Такие действия нельзя объявить вне закон. У нас есть доступные и безопасные инструменты. В первую очередь это YouTube и Telegram-каналы. Там мы можем вдумчиво, спокойно, скоординированно выдавать качественную передачу сразу на всех каналах с аргументами для россиян. На мэрской кампании нам не хватило всего 36 тысяч голосов, чтобы случился второй тур. Как потом показала социология, эти голоса с лихвой могли бы положить в урну оставшиеся дома люди оппозиционных взглядов. Просто они тогда не поверили в возможность успеха. Блог Алексея Навального в ЖЖ, с которого он начинал свою политическую карьеру, назывался «Финальная битва между добром и нейтралитетом». Это очень точное определение, которым можно охарактеризовать шанс, который нам сейчас представляется. Поэтому сейчас нам нужно убедить всех наших сторонников и нейтрально настроенных людей дойти до участка и высказать свое мнение против Путина. А для этого надо уверенно транслировать единство перед лицом общей задачи, показать, что мы отложили наше разногласие в сторону. Вы там сначала договоритесь, пожалуйста, скажет любой сомневающийся и будет прав. Нам нужно дружно и спокойно оппонировать Путин, создать центр силы, который будет аргументированно и спокойно объяснять, почему Путин для России плох. Кроме того, у нас должен быть эмоциональный контент рекламного типа с внятным образом будущего, какой могла бы быть Россия без Путина. И эту программу мы должны размещать в максимально возможном количестве каналов. Нашим согражданам страшно, они разочарованы, они не верят в успех, они подавлены. Кому-то кажется, что Путин уже победил, что все кончено. Мы должны показать этому всему альтернативу, должны преодолеть разногласия, использовать таланты друг друга, чтобы наиболее эффективно провести важную для всех нас компанию и убедить россиян сказать Путину «нет». Шансов мало? Возможно. Может быть, у нас ничего не получится. Но мы хотя бы попытаемся, хотя бы кого-то убедим. Всем будет понятно, что в России есть реальная, альтернативная политическая сила, что сила эта серьезная. А люди ответственные и думают, как улучшить ситуацию в нашей стране, как помочь ей вылезти из той огромной ямы, куда загнал ее Путин. Я по-прежнему считаю, что базой компании должна стать новая передача, которую мы будем выпускать на независимых ютуб-каналах в одно и то же время. В декабре раз в две недели, в январе раз в неделю, в феврале через день, в марте каждый день. В ней мы должны вдумчиво и уважительно объяснять нашим согражданам, почему Путин — это плохой выбор, почему России нужен другой президент. Без высокомерия и пропаганды. Мы должны просто привести аргументы и убедить зрителей хотя бы их рассмотреть, принять во внимание и учесть при принятии решений. Если мы сделаем эту кампанию модной, она может очень широко разойтись, и не только у политических каналов. Именно это будет нашим фундаментом, нашим айсбергом. А когда мы его построим, когда нас будут смотреть миллионы человек и будут понимать, что это основная оппонирующая история на этих выборах, то тогда можно будет заняться и верхушкой. Билборды где-нибудь попробовать повесить, или листовку в лифте приклеить, или агитмашиной призвать всех проголосовать против Путина уже перед самыми выборами. С этой идеей согласны практически все оппозиционные силы. И я по-прежнему призываю сторонников Алексея Навального и его самого, если он имеет связь, присоединиться к этой кампании. Или объявить самим о создании коалиции, если так комфортнее. Пожалуйста. Но участвовать в ней должны все основные конструктивные силы. Сообща. Еще раз хочу поприветствовать решение Алексея Навального выступить на этих выборах однозначно против Путина. Это шаг в правильном направлении. Я рад и надеюсь, что дело дойдет и до масштабной общей кампании. Есть еще немного времени. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин